Кабинет Джорджа Вашингтона Администрация президента США Джорджа Вашингтона, управляющая Соединенными Штатами Америки, с 30 апреля 1789 года по 4 марта 1797, это первый кабинет в истории США, формирование кабинета Джордж Вашингтон был избран в 1789, а присягу принес 30 апреля 1789 года в Нью-Йорке. Вместе с ним был избран и принес присягу первый вице-президент США Джон Адамс, который оказался первым членом кабинета Вашингтона. Вице-президент входит в состав кабинета по должности, формирование кабинета шло сложно. За годы президентства Вашингтона его кабинет поменял несколько составов. 27 июля 1789 года и, а, министра иностранных дел США был назначен Джон Джей, который до этого 5 лет был министром иностранных при континентальном конгрессе, а 15 сентября 1789 года был учрежден пост государственного секретаря США первым и отстал опять же Джон Джей. А вот сам пост Вашингтон предложил занять Томасу Джефферсону, послу США во Франции. Только 22 марта 1790 года занявшему пост государственного секретаря США Роберт Моррис был первым человеком, назначенным на пост министра финансов. Однако по состоянию здоровья Моррис отклонил это предложение и первым министром финансов по рекомендации Морриса стал Александр Гамильтон, который занял пост министра финансов 11 сентября 1789 года. Ранее Моррис руководил финансами континентального конгресса. В 1784-1789 годы финансами конгресса руководил совет из трех комиссионеров. 12 сентября 1789 года Генри Нокс был назначен военным министром США, хотя с 8 марта 1785 года он занимал пост военного министра континентального конгресса. Вашингтон попросил его оставаться на этом посту. 26 сентября 1789 года Эдмунд Рэндольф был назначен генеральным прокурором США, должность которого была учреждена Джуди Шарри Актуа. 24 сентября 1789 года 26 сентября 1789 года Сэмюэль Узгуд был назначен генеральным почтмейстером США, также являвшимся членом Кабинета США. Изменения в составе Кабинета Первое изменение В 1790 столица США из Нью-Йорка была перенесена в Филадельфию, что стало причиной отставки в августе 1791 Сэмюэля Узгуда, который хотел остаться в Нью-Йорке. 12 августа 1791 года на пост главного почтмейстера США был назначен Тимоти Пикеринг. В общем первое президентство Вашингтона оказалось достаточно стабильным в кабинете отставка Джефферсона. Однако начались серьезные конфликты между государственным секретарем Джефферсоном и министром финансов Гамильтоном по налоговой политике, и особенно по способу погашения военных задолженностей страны, в то время как Гамильтон считал, что выплаты по долгам должна быть равно распределены по бюджетам каждого штата. Джефферсон поддерживал принцип выплаты каждым штатам своих собственных задолженностей. 31 декабря 1793 года Джефферсон ушел в отставку и удалился в Мантичелло, составив Вашингтону и Гамильтону оппозицию. Отставка Джефферсона привела к первой перетряске кабинета Вашингтона. Должность государственного секретаря 2 января 1794 года занял Эдмунд Рэндольф. Бывший до этого генеральным прокурором, его наследником 8 января 1794 года стал юрист и судья Уильям Бритфорд. Отставки Нокса, Гамильтона и Рэндольфа. 31 декабря 1794 года в отставку подал Генри Нокс, почти 10 лет занимавший пост военного министра США. 2 января 1795 года его преемником стал Тимати Пикеринг, освободивший пост главного почтмейстера США, который занял Джозеф Хабершам, который занимал этот пост последовательно в трех кабинетах Вашингтона, Адамса и Джефферсона. 31 января 1795 года из-за скандалов и конфликтов пост министра финансов США покинул Гамильтон. Его преемником стал Оливер Уолкотт-младший, занимавший пост в казначействе. 20 августа 1795 года из-за скандала с перехваченным письмом французского министра полиции Фуши Рэндольф подал в отставку под давлением Вашингтона. И от государственного секретаря стал Пикеринг, остававшийся и военным министром, другие отставки. 23 августа 1795 года скончался генеральный прокурор США Уильям Бритфорд. 10 декабря 1795 года новым генеральным прокурором был назначен Чарльз Ли. В этот же день Пикеринг был назначен государственным секретарем США, но ушел с поста военного министра. 27 января 1796 года новым военным министром стал Джеймс Маггенри. До 4 марта 1797 года до отставки Вашингтона и инаугурации нового президента США Джона Адамса никаких изменений в составе кабинета не происходило.